Пиздец, как реалистично Но перед тем, как мы продолжим, я хотел бы сделать анонс нового шоу Раньше было лучше В этом мини-шоу мы с Геной Миллером будем играть серию вагеров Но не все так просто Мы решили окунуться в самое далекое прошлое Играть будем в самые старые фифки, которые только мы смогли найти И по итогам 8 матчей, получается 4 на каждом канале, мы определим победителя Мини-наказания будут в каждом выпуске Но в конце шоу нас ждет самое жесткое Распить свою Nintendo Switch самым изощренным способом Шоу стартует совсем скоро А чтобы приблизить его время, вы можете поставить лайк под этим видосом Ребята, это будет круто Начнем по порядку Эту Викинг Лигу я отыграл на 14 побед Это золото 3 Если кто не знает, я считаю, что это именно та точка, на которой нужно останавливаться У тебя есть 2 пика игрока, 2000 очков Викинг Лиги И на этом хватит И каждый раз, встречая соперника в этой Викинг Лиге Я поймал себя на мысли, что меня заебало однообразие в этой игре В этой игре просто хуеву тучи карточек И в чем, собственно, парадокс? Мы практически всегда стремимся к одному и тому же составу К Криштиану Роналду Мбаппе Неймар Вьера Гулит Мы постоянно стремимся к каким-то супер-мега-грандиозным составам И забываем, что это игра, от которой, ну, по идее, ты должен получать удовольствие Ты, по идее, должен играть своими любимыми игроками Которые нравятся тебе в реальной жизни Но какого-то хера мы не делаем так Мы просто отталкиваемся от максимально хайредового состава Ну вот, посмотрите Это мой текущий состав Реально, ребята, меня уже тошнит от этих всех игроков Никакой абсолютно индивидуальности Статистика За всю За всю гребаную FIFA Я ни разу не встретил Фрэнка Лэмпарда А для многих это кумир детства Для кого-то это любимый игрок Но из-за того, что в FIFA мы постоянно отталкиваемся от какого-то ебучего баланса От какого-то ебучего пейса, блять Ну, типа, как можно играть игроком, у которого ловко 65 и баланс 62 Это ж просто ебануться Стивена Джорда, дай бог, я не знаю Один раз, может быть, встретил за всю историю FIFA Им тоже не играют, потому что якобы пейс херовый, баланс 69 И типа, ну, камон И вы знаете, меня это просто дико заебало просто нахуй Вот реально заебало Я с этого момента буду играть в свое удовольствие И только любимыми игроками Я не киберспортсмен Я не претендую ни на какие топ-100 Ни на прочую залупу Поэтому с этого момента все топовые игроки Которыми постоянно мета воиграют Идут нахуй Криштиану Роналду Ты за меня отыграл сколько там, блять? 472 матча, 460 голов Но ты меня в край заебал Потому что ты в каждом составе Ты есть у каждого, блять, нахуй Игрока в этой ебаной игре И поэтому ты идешь нахуй Все, я наигрался Вслед за Лалой Баппе тоже идет нахер Потому что он реально меня тоже заебал Он в каждом ебаном составе 729 тысяч Хуё-моё Баппе идет нахер И за место этого прекрасного француза Я собрал себе Джорша Беста Многие говорят, что мы с ним похожи По образу жизни Поэтому почему бы нет? Мне нравится этот футболист Он мне нравился в прошлую часть FIFA Но в этой он как-то тоже не особо пользуется популярностью Как я понял Потому что у него сила не особо крутая Типа его там любой бомж отталкивает Но похуй С этого дня я буду играть в свое удовольствие Своими любимыми игроками Дехе, который мне выпал Непродаваемый Тоже идет нахер Потому что я хочу играть со Львом Яшиным Как-никак у него есть уникальная моделька FIFA Он соотечественник мой Поэтому мне будет приятно играть с ним на воротах Да, он не тащит Но опять же повторяю То, что я буду играть в удовольствие И меня это уже будет не сильно так ебать и морочить Главное разочарование От которого я просто охуел Это Эусебио 5 матчей, 0 голов, 2 ассиста Возможно, кто-то скажет, что я криворукий долбоеб И возможно, он будет прав Но вы уж извините Когда я покупаю игрока За сколько там, бля За 3 миллиона монет Он должен, бля Забивать вот такие вот моменты Вы только взгляните на этот пиздец Это был его первый удар Просто первый удар, первое касание 5 звезд на слабой ноге Это одна из причин, почему я взял его в свой клуб Я думал, он будет все забивать И левой, и правой ногой И жопой, и рабоной, и хуё-моё И в итоге, пустые ворота 3 миллиона просто в никуда Я пиздец разочарован За 5 матчей он не сделал толком нихуя Возможно, это как-то связано с новым патчем Собственно, про новый патч Это просто какой-то лютый кошмар Изначально, по первому матчу Мне реально казалось, что это классная штука Типа, о, файнессы не работают Анимации какие-то новые Но со временем это в какую-то злую шутку переросло Самый главный пиздец, который я заметил в новом патче Это то, что игроки стали как пиздец уебаны Обрабатывать мячи То есть, какие-то оскоки, прискоки Мяч вроде идет к нему У тебя дрибблинг 95 Ты думаешь, ебать, вообще будет прием А он принимает как кусок говна И такой, ебать мой хуй Слушай, братан, пойди ты нахуй Забивать стало хз вообще, как в этой игре Кроме навесов, серьезно За эту викинг-лигу я, наверное, блять Не спиздеть, больше 50% забивал с навесов И это не шутка Так что, если у вас есть какой-нибудь флешбек Золотой Набарагимович Ставьте его вперед и наслаждайтесь этой игрой Лонгшоты в этой игре просто перестали работать Автоперехваты, автоподкаты, автовыносы Эта хуйня меня уже просто дико заебала Я даже эксперимент сделал Я зашел просто В матч собрал голкиперов И посмотрите, как голкиперы играли Отбирали, перехватывали, прыгали, сами выносили Это просто голкиперы не сыгранные 11 ебаных голкиперов Они играли как ебаные цари О чем тут вообще говорить? Какой нахуй геймплей? Какое нахуй удовольствие я должен получать от этой игры Если голкиперы сами играют в защите Как ебаные монстры Фух, ребята, мне нужно было высказаться Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этому видосу Не будете агриться о том, что я играть не умею Да, возможно, я играть не умею Но, как мне кажется, не я один такой Кто жалуется на эту игру И от этого мне становится легче На центральном защитнике у меня будет Серхи Рамос Только потому, что тут стоит Марсел Марсел один из самых крутых чуваков Которым я играл в этой части FIFA И тупо не могу его убрать 125 манчей 58 голов 69 ассистов Это просто бомба Собственно, на цпшник оставлю Уэйна Руни Один из моих самых любимых футболистов В детстве я восхищался его игрой в Манчестере Поэтому мне приятно играть за этого челика Также в моей команде, естественно, будет Син Джерд Мой любимый футболист Я думаю, многие об этом знают Да, статы не ахти Играет, возможно, он не так круто, как могли бы играть другие кумиры Но, опять же, я хочу собрать душевный состав И играть в свое удовольствие Ну и, естественно, Роналдинио Куда же без него Также один из моих любимых футболистов детства Собственно, вот такая вот команда у меня по итогу получается Единственное место, с которым я не определился Это левый фланг ХЗ кого? Сюда ставить Но пока что поставим для сыгранности промоса Во время матча я перестраиваюсь на схему 4-3-3-4 И получается вот такая вот команда Нетипичная Душевная И самое главное То, что я буду играть теперь только в удовольствие Никакого задротчества Задротства Наверное, так правильно буду сказать Напишите в комментариях, как вам новый патч Действительно ли все так плохо Или я просто ебаный нуб, который разучился в какой-то момент играть в эту игру Мне реально важно знать ваше мнение Если вы на постоянку играете в FIFA Пишите ваше мнение Об этом прекрасном патче Ну ладно, ребята Я буду на этом заканчивать Немножко побомбили Надеюсь, вам понравился этот видосик Если не понравился, сорян Я немножко паглесно Но мне нужно было высказаться Надеюсь, вы отнесетесь с пониманием Пишите в комментариях, что думаете про этот видос Про новый патч Про меня Про моего кота Про мои гитары Про моего Бэтмена Ну и все в этом стиле С вами был я, PandaFX Всех люблю И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok